Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете огромное количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзора на машины, включая обзоры технические, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль, довольно специфичный и очень нечасто появляющийся у нас в компании. Основным козырем этой модели, когда она была новой, была, конечно, цена. Мало поменялось сейчас на вторичном рынке, когда эти автомобили относительно широко представлены в БУ виде. Специфична эта машина также и в силу своего происхождения. Это китайский автомобиль, причем из времени, которое можно смело назвать становлением китайского автопрома. Эта машина стала своего рода переходным звеном от простого и примитивного автопрома прошлого к современным китайским автомобилям с интересным дизайном и не менее интересным наполнением. В рамках сегодняшнего обзора мы посмотрим на этот автомобиль изнутри и снаружи, взвесим все за и против и немножко затронем техническую составляющую, чтобы в итоге определиться, стоит ли рассматривать подобный автомобиль как вариант для покупки, если нужна бюджетная машина. Встречайте, LeFan X50, первое поколение. LeFan X50 позиционировался производителем как кроссовер, хотя в этом компактном хатчбеке от кроссовера по большому счету только увеличенный дорожный просвет и дополнительная пластиковая защита по бортам кузова. Эта машина была представлена широкой публике в 2014 году, а на российском рынке она продавалась с 2015 по 2019 годы. При этом автомобиль имел несколько сборочных площадок. Само собой у себя на родине в Китае, эту машину собирали в Уругвае, в Иране и в России, в Карачаево-Черкесии на заводе Derways. У российских покупателей не было никакого выбора по части силового агрегата. Этот автомобиль можно было купить только с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра на 103 лошадиные силы. Коробка передач на выбор механика, либо вариатор, ну а привод только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2016 года с механической КПП и пробегом 72 тысячи километров. В основу LeFan X50 была положена база хатчбеков Citroёn начала 90-х годов, что нашло отражение в габаритных размерах автомобиля. Ведь компактные хатчбеки в то время были действительно компактными, не пытаясь приблизиться по габаритным размерам, например, к седанам бизнес-класса. Длина автомобиля 4 метра 10 сантиметров, ширина 1 метр 72, высота 1 метр 54 сантиметра. Колесная база 2 метра 55. Машина получилась достаточно легкой. Снаряжная масса около 1200 килограмм и при этом довольно маневренный. Радиус разворота здесь небольшой, всего 4,8 метра. Что касается качества лакокрасочного покрытия, толщины его, а также стойкости кузова к коррозии, то здесь можно констатировать следующее. LeFan X50 окрашен абсолютно стандартно, так же как и большинство других авто. Толщина лакокрасочного покрытия от 90 до 140 микрон, если речь идет про заводскую краску. А вот по части стойкости лакокрасочного покрытия к сколам, царапинам, а также к коррозии, есть пара моментов. К большому сожалению, производитель в данном случае изрядно сэкономил на антикоррозионной обработке кузова. Поэтому, если первый собственник этого автомобиля, купивший его в автосалоне новом, не заботился заранее с охранностью кузова и не обработал его своевременно антикоррозийной защитой, дела могут обстоять не очень здорово. В зоне риска, как водится, пороги задней арки, низы дверей. Поэтому осмотр подобного автомобиля на подъемнике пропускать нельзя. Именно из соображений отбраковать машины с откровенным поражением кузова ржавчины. Естественно, многое будет зависеть от того, в каком регионе вы производите поиск. И шансы найти живой, нетронутый коррозией кузов LeFan X50 у жителей Санкт-Петербурга будут не в пример меньше, чем у жителей Иркутской области, например. Что касается каких-то характерных кузовных неисправностей, то по большому счету рекомендация одна единственная. Проверяйте работоспособность всех замков в автомобиле. Замков всех четырех дверей и крышки багажника. В отзывах владельцев подобных автомобилей достаточно часто встречались нарекания на отказ этих компонентов. Осмотр автомобиля изнутри по традиции начнем с багажного отделения, поскольку эта машина имеет все шансы быть купленной в качестве единственного автомобиля в семью. Доступ в багажник нам открывает, кстати, достаточно легкая и небольшая по размеру чисто визуально крышка. Первое, на что обращаешь внимание, глядя в багажник, это его относительно небольшой объем и высокую погрузочную высоту. Несмотря на то, что это хэтчбэк. Здесь выдают себя корни автомобиля. Каталожный объем багажника LeFan X50 при поднятых задних сидениях это всего 280 литров. При этом ширина проема это около 1 метра. Полезная погрузочная длина багажника по полу это порядка 74 сантиметров. А ширина по нижней части 98 сантиметров. Каких-то дополнительных удобств в багажнике в виде плафонов освещения или крючков здесь по большому счету нет. Но под полом нас ожидает полноразмерное запасное колесо и набор инструмента. В случае, если вам надо перевести какой-то габаритный груз, вы можете увеличить объем багажного отделения до 1400 литров. В линейных размерах это порядка полутора метров до спинки переднего сидения. Вполне возможно увезти и что-то длиной до 2 метров. Правда в этом случае груз должен быть узким. И скорее всего, будучи просунут между передними сидениями, он будет мешаться вам при переключении передач. Если, конечно, речь идет про машину на МКПП. Ну а теперь про салон. Как мы уже неоднократно повторяли по ходу данного сюжета, корнями LeFan уходит к хэтчбекам Citroën 90-х годов. И это чувствуется, когда оказываешься за рулем автомобиля. В плане эргономики, прежде всего, простой и недорогой автомобиль вряд ли изначально предполагал наличие огромного количества регулировок. Поэтому первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это на отсутствие регулировки руля по вылету. В данном случае есть только регулировка по наклону. Она никак не подпружинена, но хотя бы диапазон ее довольно широкий. Правда, с моим ростом при этом бесполезный, поскольку единственное возможное положение рулевого колеса для меня, это максимально поднятое вверх. Из регулировок у водительского кресла есть только наклон спинки и регулировка по длине. При этом она достаточно ограничена по своему диапазону. Вот это максимально сдвинутое назад положение, при котором мне уже, в принципе, приходится слегка подтягиваться к рулю. Но левая нога при выжатой педали сцепления все еще в колене не выпрямляется. В общем и в целом резюме такое. При росте 1,86 м устроиться здесь сносно можно. А вот удобно будет далеко не каждому. По поводу качества отделочных материалов и пластика особо много говорить не будем. Пластик, конечно, жесткий, но автомобиль, опять же, простой, бюджетный. И это ему простительно. Сидения имеют отделку из кожзаменителя. Они довольно-таки практичные, в принципе, весьма износостойкие. И при этом в нашей комплектации еще имеют и подогревы. Что касается разного рода клавиш, их здесь по большому счету минимум. Блок стеклоподъемников под левую руку, блок управления зеркалами, ровно такой же, какой мы можем видеть, например, на LeFan X60 на кроссоверах. Кнопка центрального замка, расположенная в данном случае слева от руля и полностью закрытая рулем же от вашего взгляда, как водителя. На руле дублируется управление аудиосистемой, собственно, блок аудиосистемы. И довольно простая с виду, при этом удобная панель управления кондиционером. В данном случае это не автоматический климат-контроль, а именно кондиционер. Удобные поворотные ручки в данном случае отвечают за скорость вращения вентилятора и за температуру. Ну, а набор клавиш справа и слева это абсолютно стандартные вещи. Переключение направления обдува, рециркуляция либо забор с улицы, подогрев заднего стекла и режим отпотевания лобового. Также на центральном тоннеле ближе к пассажирскому креслу приютилась клавиша выключения системы стабилизации, которая на этом автомобиле, как ни странно, присутствует. Что касается органов управления, здесь, по большому счету, претензий нет. Форма рулевого колеса довольно-таки удобная, руль не скользкий, несмотря на отделку, опять же, искусственной кожей. Рычаг переключения передач, кстати, приятно удивляет. Ходы здесь очень четкие, при этом рычаг все же достаточно короткоходный и ошибиться с выбором передачи у вас при всем желании не получится. Возможно, здесь сказывается небольшой пробег автомобиля и владельцы LeFan X50 с пробегом за 200, может быть, внесут некие коррективы в комментариях под видео. Что касается дополнительных удобств, их здесь, естественно, минимум. По большому счету, это гнездо под AUX и USB на центральном тоннеле, есть в автомобиле пепельница и прикуриватель. Опять же, дань традициям прошлого. Причем это действительно прикуриватель, а не заглушка, как на некоторых других современных автомобилях. Под правым локтем присутствует подлокотник с очень-очень небольшим по объему и глубине боксом. Ну и перчаточный ящик, который в данном случае действительно перчаточный. И, по сути, кроме папочки с документами формата А4 и пары перчаток, сюда особо ничего и не положить. Подстаканников в автомобиле, по большому счету, нет вовсе, если не считать за таковые. Очень узкие ниши по низу дверей. Ну и что касается обзорности. Наружные зеркала здесь не очень большие по размеру, зауженные формы, но при этом все же не потерявшие функциональности. Пользоваться ими можно, и видно в них достаточно неплохо. Что касается обзорности вперед, здесь, в принципе, вопросов нет. Линия бокового остекления в этом автомобиле достаточно низкая. Широкие стойки, да, здесь присутствуют, но при этом не слишком затрудняют обзор. Ну а узкое лобовое стекло и высокая передняя панель, кстати, чем-то напоминают последнее поколение Филдера. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у пассажиров заднего ряда. Что касается пространства на заднем ряду, то здесь все видно невооруженным взглядом. Мой рост метр восемьдесят шесть, и я сейчас сижу сам за собой. При этом места для ног, для ступней самих, в принципе, здесь достаточно, но ноги упираются коленями в спинку переднего сидения. Под левую руку у задних пассажиров будет опора в виде подлокотника в дверной карте, ну а с правой стороны не будет ничего. Само сидение при этом плоское, отформованное, в принципе, под трех пассажиров. Здесь есть средний ремень, но трем людям крупнее некой средней комплекции устроиться здесь втроем будет проблематично. Детям возможно. По запасу пространства над головой, если я полностью выпрямляюсь, то по сути головой я также упираюсь в потолок. Поэтому задний ряд LeFan X50 явно не для рослых людей. Регулировок спинки по наклону здесь мы, естественно, не видим, но это и не ожидалось. Ну а из удобств у задних пассажиров этого бюджетного хэтчбека на самом деле есть только пепельница с пластиной для гашения сигарет. Ну а теперь поговорим про начинку подкапотного пространства X50. Под капотом этого автомобиля на наш рынок мог ставиться один единственный двигатель. Его маркировка LF479Q2. Мотор этот, вопреки мнению, по сути чисто китайская разработка. Однако основанная на тойотовском старинном двигателе 5А. Этот двигатель поступил в широкое производство в 2013 году. Собирался он, естественно, в Китае и, по сути дела, представляет собой именно китайский мотор. Ни в коем случае не кальку с оригинала. Хотя он разрабатывался на базе тойотовского двигателя 5АFE. Мотор этот выдает 103 лошадиные силы и 133 ньютона метра крутящего момента. Конструктивно двигатель очень простой. Это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров, накрытая алюминиевой головкой блока на два распредвала и 16 клапанов. При этом на впуске установлен фазовращатель. Гидрокомпенсаторов здесь нет и регулировку клапанов периодически, возможно, придется выполнять. Особенно если вы дооборудуете автомобиль газобаллонным оборудованием. Принцип регулировки – подбор стаканчиков. Привод ГРМ ременный. Регламент его замены – 60 тысяч километров пробега. Но при этом в случае обрыва ремня клапана не загибает. Впрыск топлива на этом двигателе самый обычный распределенный. Вязкость масла для данных двигателей 5В30, ну а каталожный бензин – 92-й. Вопреки некоторым стереотипам о китайских автомобилях LF479Q2, это довольно распространенный и, кстати, очень надежный мотор, способный отбегать в руках заботливого собственника свыше 300 тысяч километров пробега. Все конструктивные предпосылки для этого у двигателя есть. Есть, конечно, и недостатки, куда же без них. Однако не сказать, что они носят повальный характер. В основном владельцы автомобилей с такими моторами рано или поздно сталкивались либо с необходимостью замены резинотехнических изделий, например, патрубков системы охлаждения, либо с выходом из строя, к примеру, катушек зажигания. Также, если вы смотрите Х-50, чей фактический пробег перевалил за 150 тысяч километров, на всякий пожарный посмотрите, не поддымливает ли мотор. Несмотря на чугунный блок, залегший вследствие перегрева колечки, никто, как говорится, не отменял. Однако, принимая в расчет опыт эксплуатации подобных автомобилей, по двигателю на самом деле вопросов немного, но за системой охлаждения нужно следить. В том числе, были прецеденты, когда владельцам приходилось менять основной радиатор охлаждения на пробегах до 100 тысяч километров. Так что, немного внимательности при осмотре подержанного экземпляра и нормальный уход в виде регулярного ТО и замены маслом и данный силовой агрегат будет служить вам долго и исправно. Что касается ситуации с коробками передач, то здесь, в принципе, все так же неплохо. Пятиступенчатая механика LD515MF, по сути дела, не отметилась ничем негативным, хотя к большим пробегам на ней, бывает, поднашиваются синхронизаторы. Поэтому, при осмотре и тест-драйве подержанного экземпляра, особенно пробежавшего достаточно большое количество километров, лучше убедиться в том, что передачи включаются без лишнего хруста и усилий. Претензий к самой коробке, по большому счету, нет. Единственный момент, на который, опять же, ссылаются владельцы подобных автомобилей, это не очень удобная педаль сцепления, которая в данном случае имеет достаточно длинный ход и для выжима педали приходится отрывать пятку от пола. Но для кого-то этот момент будет не слишком критичным. Если же вы будете искать автомобиль с двумя педалями, то ваш выбор сведется только к вариаторной коробке. Причем вариатор этот будет также чисто китайского происхождения. Его маркировка RDC-15, и эта трансмиссия получилась, кстати, достаточно удачной, в том числе и по своему ресурсу. Однако требует от водителя определенного подхода к эксплуатации автомобиля. Если вы купили LeFan X50 на вариаторе, напрочь забудьте про такое понятие, как светофорные гонки. В покойном режиме эксплуатации, при условии регулярной замены рабочей жидкости раз в 50 тысяч километров, этот вариатор будет способен пробежать под 200 тысяч и, возможно, больше. Но агрессивная манера вождения автомобиля, сопутствующая этому к пробуксовке и перегрев трансмиссии, способна прикончить его гораздо раньше. Особенно умелые, в кавычках, владельцы подобных авто, исхитрялись приговаривать коробки на пробеге до 100. При осмотре подобного автомобиля, прежде всего, обращайте внимание на тест-драйве на корректность работы вариаторной трансмиссии. Вариатор не должен дергать, пинать и вообще, каким бы то ни было образом, выдавать свою работу. В любом случае, разгон должен быть ровным и бесшовным. Ну и перед тем, как взглянуть на X50 снизу с подъемника, пробежимся с рулеткой по свесам и клиренсу. Каталожное значение дорожного просвета для этого автомобиля 185 миллиметров, что достаточно немало. При этом, под передним бампером, под его самым низким задним краем, порядка 18 сантиметров, что несколько ниже каталожного значения. Расстояние до отбортовки под домкратник, те же самые 18 сантиметров. Расстояние от земли до порога в его задней части побольше. Здесь порядка 21 сантиметра, но и до заднего бампера это практически 30 сантиметров. Ниже этого порога свисает насадка выхлопной трубы. Так что, если нужно припарковаться к очень высокому препятствию, лучше делать это задним ходом. Хотя, с учетом коротких свесов, короткой колесной базы и высокого дорожного просвета, в целом, геометрическую проходимость данного хэтчбека следует признать гораздо лучше, чем у многих одноклассников. Что касается ходовой части LeFan X50, то первое, что можно отметить, когда впервые попадаешь за руль этого автомобиля, это мягкость подвески. Подвеска здесь на самом деле очень и очень мягкая, даже по меркам легковых неспортивных автомобилей. Так что, если вы поклонник отточенной управляемости, то эта машина явно не для вас. Но, если вам приходится эксплуатировать автомобиль на дорогах с не очень хорошим покрытием, скорее всего, именно это качество подвески X50 вы по достоинству оцените. Что касается конструктива, в передней части здесь используется подвеска типа Macpherson. Из приятных особенностей, нижние шаровые в данном случае имеют болтовое соединение с рычагом. То есть, при необходимости, эти детали можно заменить отдельно, не меняя весь рычаг в сборе. А из неприятного, стабилизатор поперечной устойчивости расположен на подрамнике. Соответственно, для того, чтобы, например, заменить втулки стабилизатора, подрамник придется частично демонтировать. Так же, как придется это делать, например, на Nissan Qashqai или Nissan Sirena. Что касается ресурсов компоненты подвески, здесь все на самом деле очень неплохо. Практически все здесь способно отъездить свыше 100 тысяч километров. Единственное исключение – это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Вот их придется менять почаще. Так же, при осмотре поддержанного LeFan X50 обратите внимание на то, чтобы рулевая рейка не имела каких-то люфтов. Рейка здесь электрическая, но большим ресурсом сновья она не славилась. Так что на всякий пожарный обязательно проверьте этот узел, дабы не попадать на его замену сразу после покупки. В задней части автомобиля мы видим простейшую подвеску зависимую. Здесь балка, два сайлентблока балки и втулки на амортизаторах. Больше выходить из строя здесь особо и нечему. По крайней мере, до пробега 1150, а то и больше. Кстати говоря, несмотря на бюджетность этого хатчбека, задние тормоза на автомобиле тоже дисковые, что нечасто встречается даже на более именитых японских брендах, если говорить про бюджетные автомобили. Топливный бак в данном случае сделан из пластика, его объем 42 литра, что вполне достаточно для данного автомобиля, для обеспечения более или менее нормального пробега, в том числе и в городских условиях. Также обращает на себя внимание, достаточно удобное для замены расположение топливного фильтра. Расположен он здесь снаружи на своего рода быстросъемных соединениях, меняется все это дело быстро и ненапряжно. Так что ходовая часть LeFan X50 достаточно надежна и простая конструктивно, плюс очень недорогая в плане ремонта. Общий вывод по LeFan X50 как по модели будет следующий. Если ваша задача купить себе непременно леворульный, более или менее свежего года выпуска автомобиль с небольшим расходом топлива и хорошими параметрами геометрической проходимости, но при этом потратить на его покупку как можно меньшие деньги, LeFan X50 вполне можно рассмотреть как вариант. Единственный двигатель для российского рынка весьма надежен. Ходовая часть простая и дешевая в ремонте. А с механической КПП эта машина еще и достаточно шустрая. Конечно, по меркам полторашек. Поэтому самым ключевым аспектом при выборе поддержанного экземпляра будет все же кузов. Если вам удастся найти для себя подобный кросс-хэтчбэк в нержавом виде и при этом с небольшим пробегом, вы вправе рассчитывать на достаточно долгую и незатратную эксплуатацию. На сегодня это все. Если наш обзор оказался вам чем-то полезен и понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а если у вас был или до сих пор есть LeFan X50, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, также пропишите все это в комментариях, ведь людям, которые выбирают себе подобное авто, именно ваш комментарий может помочь сделать выбор. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!